Работу в катастрофе проведем, поставим где-то возле многоквартирных домов, где большое скопление. Соответственно, отрегулируем схему логистики с эко-транспортом, для того, чтобы, допустим, увеличить, допустим, контейнеры. И он не будет стоять с этим мешком возле дороги, а просто скинет его и вызовет. Вот и все. Вот для этого все это сейчас и делается. Для того, чтобы улучшить ситуацию. И так же, как орган местного самоправления в своих самостоятельных целях и исполняя свои полномочия, вы так же должны делать такое же усилие. Вот и все. Если вы говорите о содержании скота, птицы у себя на придомовой территории, так, пожалуйста, сделайте у себя ямку, сделайте компост. Я не знаю, потом это все перегниет. У меня не хватает ямы на компост, лично у меня на участке, у меня не хватает места, куда мне его? Но вы готовы держать, да? Я готова держать. Ну тогда надо христианской верности у хозяйства заняться. Я вложу на огород, переработка. Давай, Деда. А какого вопроса? Мы уже вопроса так поднимаем. Вот вообще, конечно... Не ругайся, не ругайся, обожди. Вообще, кто в сельской местности сижу, конечно, он не понимает те беды, которые она говорит. Да, в сельской местности надо где-то отвезти, потому что она правильно говорит, где она закопает этот навоз. Если видел, кто корова, сколько навоза за зиму производит, то он, наверное, так не говорил. А я корову держал и знаю, сколько навоза производится. Это производится где-то машины, три больших машины. Надо в сельских поселениях, чтобы было отведено место для навоза, только надо, конечно, делать так, чтобы этот навоз возился сюда, а не возились там какие-то строительные материалы, не возились какие-то банки, склянки. Да, бытовой мусор мы можем и в этих мешках увезти, понимаете, нет? А то, что она говорит от отхода от животноводства, если он держит хотя бы корову, преподростка и все остальное, ну, так же все здесь, никто держал, наверное, знает, что. Ямочку не закопает. Тот же ботва, которая может перегнить и быть компостом или что-то еще. В сельских поселениях надо делать место, отведенное, куда это можно было и свозить. Но за это надо контролировать. Тогда будет порядок. До тех пор, мы пока этого не сделаем, везут всяк, везут везде, сваливают. И около производственных помещений, и везде сваливают. Все уже завалено. Я согласна, вот, Сергей Андреевич, я пытаюсь это донести, вот это, включаешь, что он может вызвать. Конечно, да. Я не слышу. Просто у нее нет. Строительный мусор тогда, строительный мусор тоже может посмотреть, где-то отвезти, может место, где-то сжигаться будет или что-то еще делаться. Тогда будет порядок. Так мы пока будем говорить, что мы должны сделать там ямку и закопать. Ничего никто не закопает, ямки никаких не сделает.